Всем привет! С вами Андрей Варпий. Перед началом данного ролика хотел бы прорекламировать Тугодумы 2. Вторая версия. Здесь играют без пыли, only 18+, набор бойцов. Надо 10 человек, кто хочет научиться водить базук. Не кто умеет водить базук, а кто хочет научиться правильно водить базук, вступайте в эту группу. Тег видите на экране. Здесь атакуют на бастионе, на стратегической точке, на тревожном звонке. И если вы здесь научитесь правильно атаковать, научитесь хорошо водить базук, горзук, и именно правильно делать атаки, то вам дорога открыта именно в Тугодумы, где разыгрывают бесконечные резервы, где платят за интел российскими рублями, где можно не только играть в удовольствие, но еще даже немножечко подзаработать. Так что тег видите сейчас на экране, плюс Тугодумы 2 очень хорошо ищутся в поиске. Вбивайте, смотрите, если вы проходите по медалькам, вступайте, начинаете тащить и потом переходите в основной состав. Ну а мы переходим к сегодняшнему видео. Сегодня мы поговорим про новый прототип. Это у нас микроволновочка. Просто, на самом деле, самый, наверное, крутой прототип из тех, которые разработчики добавили. Добавили 5 штук. И вот это один из 5 этих прототипов. У нас он доступен для постройки 7 дней. То есть в течение 7 дней мы его можем построить. И, например, третий прототип будет стоять еще 9 дней. Но давайте пройдемся. Итак, первый левел. У нас что здесь имеется? 20 тысяч хп здоровья и урон в секунду 300. Урон от выстрела 60. Время перезарядки 0.2. Может поражать несколько целей. Ну, я думаю, вы на Мега Крабе видели уже, как они жгут. Здесь не написано, но он может жарить прям все войска вокруг. Притом войска в дыму. То есть от этой микроволновочки не спрятаться. И, например, на третьем левеле 700-140 от выстрела. Блин, от выстрела вообще не понимаю, зачем такие надписи? Это урон от выстрела во время перезарядки. То есть каждое 0.2 он наносит по 140, что ли, да? Наверное, так. То есть это 0.2 секунды. Это раз и уже секунда. А там каждое 0.2 по 140. Накрывает противника в зоне поражения опасным микроволновым излучением. Может использоваться для приготовления... Ну, это, блин, это бред от разработчиков. Но вообще даже не написано, что он видит наши юниты в дыму. Вот прям видит, видит. И здесь этого ничего нет. Давайте буду наглядно показывать, как микроволновка работает. Мне специально третьего левела уже бахнули. И сейчас я вам прям наглядненько покажу, как она работает. Так, я снесу вот эту ракетницу. Она мне будет мешать. Ага. Теперь буду высаживать базук. Смотрите, вот просто наглядно, вот прям кучно, кучно, кучно высажу, чтобы вы наглядно увидели, как это работает. Как все это происходит. Зона у нее поражения очень маленькая. Ну, прям реально микроскопическая. Смотрите, вот просто идем к фитилю. Идем, идем, идем. И попали в зону действия. Все. Это было все. Все, нет ни одной базуки. Хорошо. Сейчас по дыму покажу, что и в дыму она видит. Так, второй эксперимент. Теперь точно так же буду высаживать базук в ряд. Смотрите, так. Опа-на. 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 Она не достает. То есть, берега реально, вот если даже поставить ее в первую клетку на берег, она все равно не будет доставать до наших юнитов. То есть, можно спокойно высаживать без дыма. Но, в то же время, дальше. Так, и смотрите. Идем просто за нее. Там ракетница уже не сносил, потому что мы идем под дымом. И сейчас снова в зону действия поражения. И да. Пофиг. Абсолютно пофиг, что есть дым. Этой микроволновке вообще до сиреневой звезды. И сейчас новый эксперимент. Попробуем вместе с булитом. Вместе его с первой способностью, с вызовом. Посмотрим, сможет ли он вызвать весь огонь на себя. То есть, смогут ли базуки пройти мимо, если булит будет подъюзывать свою способность. Просто очень любопытный такой эксперимент. Так, давайте булита, чтобы он все-таки первый пошел. То есть, он использует свою способность. И пофигу. Да, вообще пофигу. То есть, этой микроволновке вообще до сиреневой звезды, что булит использует свою способность. Что не использует, все равно вокруг действия. Вот в этот красный кружок. Вот в этот роз... Вот в этот желтый кружок, все равно, если базуки попадают, то они все равно гибнут. Даже несмотря на то, что эта микроволновка агрится на булита. Косяк, косяк. То есть, реально сейчас, как Сима, не получится пройти, когда булит агрил на себя все Сима. И базуки спокойно проходили. Хорошо. Сейчас давайте попробуем солдатики. Смогут ли они просочиться в дыму, например, если я буду везти к штабу возле этих микроволновок. Потому что, например, смотрите. Если просто поставить штаб в уголке, заминировать все аккуратненько. И в то же время поставить эту микроволновку где-то на берегу. То есть, получается, мы пока ее не снесем, не проведем торов наших, что ли? Отлично. Отлично. Отлично такой прототип. Вообще просто шикарно. Так, хорошо, давайте. И нет. Хотя только один булит и один солдатик. Все-таки один солдатик, который шел по самому краю этого горящего огня. Блин. И что делать? Ну вот серьезно, если будет микроволновка стоять вот здесь где-нибудь или вот здесь, или вот здесь. И надо будет подвести к штабу. Что можно будет делать? Да ничего. На самом деле такой имбовый прототип. Вот я считаю его очень имбовый. Когда я первый раз увидел, что он жгет наши войска в дыму, я понял, что да блин, да это же имба. Реально, что с ним можно будет делать? Давайте, давайте просто попробуем с одним огневиком, например. Справится ли один огневик против этой микроволновки? То есть, один на один там жгет и огневик мой жгет. Посмотрим. Только снесу эту ракетную остановку от греха подальше. И теперь будем наблюдать. А нет, все видите, все-таки, да, она больше по солдатикам, по базукам, по торам, но никак не по огневику. Да, огневик, ой, да, ну вообще без вопросов. Огневик, конечно, сожгет эту микроволновку и реально ему вообще ничего. Ну то есть, чуть-чуть у него отнялось хп, ну там, ну сколько, ну может процентов 10, ну не больше. Так что да, огневик это не по зубам. То есть, получается, эта микроволновка будет хорошо подходить для дефа именно, когда на вас нападают часто миксом. Когда на вас нападают часто именно солдатиками, базуками и торами. И напоследок, конечно, давайте посмотрим, смогут ли торы просто такой маленький чисто фан-эксперимент. Потому что, я думаю, вы понимаете, что торов тоже она быстренько сожгет. Сейчас, вот будем собираться на ней и пытаться бежать на самый верх. Так, хорошо. Давайте чик такой, чик-чик-чик-чик-чик, высаживаемся. Точно так же подымем, тык-тык, сбор, сбор и перебрасываем витиль на ракетную установочку туда дальше. Нет, кроме героя вообще никто не выжил. Хорошо. А если не собираться на ней, а просто пробегать? Просто пробегать рядом. Давайте сейчас попробуем. И побежали. Побежали под дымом, аккуратно, ровным строем, сбор сюда. Даже если на ней не собираться, даже если просто пробегать рядом, пофигу. Вообще пофигу. То есть, да, теперь, блин, вы помните, небесный щит, который не давал моим торам реально развернуться вокруг штаба. Микроволновка, которая, ну, тоже, ну, не дает вообще никак моим торам просто пробежать рядом даже. Да это жесть, если честно. Разрабы сделали реально против тор. Вот все эти новые прототипы именно против них. То есть, теперь торов безнаказанно к штабу провести вообще никак не получится, если будет рядом возле штаба стоять эта микроволновка. Но, в то же время, если взять, например, аккуратненько, аккуратненько высадить базу. Смотрите, просто их не вести, а аккуратненько высадить. Смотрите. Да, базуки не попадают в зону действия этой микроволновки. То есть, если нам не надо никуда везти к штабу, а просто она где-то будет стоять на берегу и идти поконтролировать, не давать провести торов, то базуки снесут эту микроволновку. Хорошо. Например, это были базуки. То есть, они могут снести, например, танки. У танков просто точно такой же рейндж атаки, как у базуки. Они стреляют реально точно с такого же расстояния. Смотрите. Аккуратненько просто высаживают танки, танки, танки. Медиков даже, в принципе, не надо, я так понимаю. И да, до танков эта микроволновка тоже не достает. У нее очень маленький рейндж. Сейчас покажу. Ну, рейндж самый маленький из всевозможных именно защитных сооружений. Потому что даже котел, даже горящий котел бьет дальше, чем именно эта микроволновка. Сейчас покажу. У этой микроволновки точно такой же рейндж, как у нашего огнемета. И огнемет, помните, до базук не достает. Если только очень много базук, становятся все в кучу и начинают друг другу выталкивать, вот именно тогда может эта микроволновка достать. А в то же время до танков, до базук, а до гренадеров это вообще подавно. То есть, если загрузить гренадер и попробовать гренадера, гренадеры будут стоять гораздо дальше, чем достает эта микроволновка. То есть, мы гренадерами реально можем не опасаться этого прототипа. Но этот прототип очень хорошо подходит против тора. Видите, гренадеры стоят на безопасном расстоянии, стреляют, а эта микроволновка до них вообще никак не достает. Это была микроволновка третьего левела. Ну, например, если попробовать с микроволновкой первого левела, получится ли пробежать торами именно к базе? Сейчас давайте, наглядно. Прям тенден, как всегда высаживаюсь. Два дыма, аккуратненько в ряд и бежим, бежим, бежим. На ней собираться не будем, бежим дальше, бежим прям дальше, 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 дальше. В целом, да, если просто пробегать от первого левела микроволновки, то в целом можно кое-как пробежать. Но это всего лишь первого левела. На третьем левеле я уже показывал, что торы не выживают. Но первого левела достаточно неплохо можно пробежать. Но это были торы. У торов большее количество хп. Базук все-таки микроволновка даже первого левела сможет сжечь, пока они будут проходить возле нее, если вдруг вы забыли про то, что эта микроволновка жгет именно ваших юнитов в дыму. Смотрите, даже первого левела микроволновка сжигает базук и не оставляет им ни единого шанса. У базук очень мало хп, а этого хп недостаточно, чтобы успеть просочиться вокруг микроволновки и пойти именно дальше к штабу. Если вдруг вы играете торами и вам надо бежать к штабу именно торами, то вам только два пути. Или сносить ее с канонерки. На третьем левеле это 30 тысяч кп, но да, придется немножечко затратить канонерки. Или есть второй способ, с помощью которого можно обойти эту микроволновку. Это зашокать ее. Смотрите, оп, аккуратненько. Подшокиваю. И да, и торы пробегают безнаказанно. Дальше, 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 дальше. Таким образом ее можно просто зашокать, пробежать рядом и она ничего нашим войскам не сделает. Ну, собственно, вот такие эксперименты у нас сегодня получились. Я надеюсь подробно описал, как она работает, что из себя представляет эта микроволновка. Если вам видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Андрей Вар. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok